Он светит с Духом Божьим. И какое благо бывает для такого человека. В зависимости от степени его жизни, этого человека, он переживает и это благо. Вот постоянно приходится повторять замечательные высказывания одного из, вот почти, что недавних, совсем недавних оптинских старцев, Никон Беляев, которого в 29-м, по-моему, году или 27-м, что ли, в оптин и после, это Калужская губерния, арестовали. Ну, сорвались вот эти вот рясы, крест там, это, ну уж ясно. Сорвали его, да, обрили, острыгли, ну надо же поиздеваться же. Посадили вместе со шпаной, чтобы там над ним поиздевались. Понятно, что творилось? Ясно? Состояние этого человека понятно? Непонятно. Одно из его последних писем, где поразительные слова. Радости моей нет предела. Когда впервые прочитал, это непонятно. Но однажды, ну, вы, наверное, поверите, что я недавно окончил академию. Все, в 63-м году, совсем недавно. Приходит наш профессор, один из любимых наших профессоров, священник. Помню, на последнем курсе академии. Приходит и смотрю что-то, вместо того, чтобы начать лекцию, он говорит, вы знаете, я не могу не поделиться с вами впечатлением. Ну, у нас ушки топориком. Интересно. Говорит, я был вот буквально вчера, позавчера в патриархии. Он был близок к патриарту. В патриархии был. Ну, естественно, в полном облачении, с крестом, все как положено. Выхожу потом оттуда, иду по переулку, этот чистый переулок, иду по переулку. Навстречу мне мужчина. И вдруг этот мужчина начал меня так оскорблять, что это, говорит, я, естественно, не могу вам передавать его слов, потому что они и двух, и трех, и десятиэтажные. Так меня стал оскорблять. Говорит, я весь вздрогнул от неожиданности. Ну, все-таки это явление достаточно редкое, да, в те времена. И потом я вдруг вспомнил. Вдруг у меня мысль осенила. Так почему он меня оскорбляет? Я же священник. Христос за нас как пострадал. Что с апостолами были, со всеми проповедующими. Он меня-то оскорбляет. Почему? Господи, ты мне дал возможность быть с тобой, сострадать с тобой. Он нам говорит, у меня охватила такая радость. У меня, говорит, появились слезы на голове. Я готов был целовать его, этого человека. Такая любовь. Друг, у меня вот вспыхнуло к нему. Спасибо тебе большое. Сам я ничего не делаю. Я ничего не подвязаюсь. Живу, как все люди. Ты мне дал хоть немножко пострадать за тебя. За что за тебя? За истину, которой ты являешься и которую ты открыл нам. Так вот, так вот, я хочу сказать, это не конвеляю. Это в этом таком состоянии, друг письмо и говорит, радости моей нет предела. Не просто там сказать спасибо, ничего, милостью Божией, так сказать, терплю. Ну, правда же. Ну, естественно. Нет такую фразу написать. Если обратимся к истории христианской церкви, мы встречаем это время от времени, мы встречаем эти свидетельства в том, кого людей, которые находились в тяжелейших условиях, и вдруг такие вещи говорили. А о чем идет речь? Вот мы действительно настолько потеряли связь, если хотите, ощущение духовного мира, Бога, что даже нам трудно представить. Бог везде сущ. Подобное соединяется с подобным – это закон. И когда мы в своей жизни, хотя стремимся к этому подобию божественному, когда живем, стараемся и каемся в том недолженном, что мы делаем, а мы всегда это делаем, всегда это делаем, так? Тогда, оказывается, человеческий дух соединяется с Духом Божьим. Антоний Великий продолжает свою речь. Когда же мы начинаем попирать законы совести, начинаем жить по-дьявольски, тогда наш дух соединяется с демонами-мучителями. С демонами-мучителями, ой, как верно говорит. Это действительно, опять мы уподобляемся им, и потому, естественно, соединяемся с ними. Долой Бога! Без Бога широка дорога! И что ты, голубчик, возьмешь? Ах, убил этих, и теперь на их крови идешь в ресторан? Ох, какое счастье! На крови убитых людей ты пируешь! Какой ужас! Тогда наш дух соединяется с демонами-мучителями. К счастью! К счастью! Многие из нас переживают эти моменты. И если бы только не забывали, как первое, так и второе, тогда мы поняли бы, что, оказывается, сущностью нашей человеческой личности является духовное состояние, правильное духовное состояние, которое по православию является удивительным и, кстати, резко отличным от представлений западного христианства. Чем отличается? Вы знаете, я это говорю, знаете, для чего вы понимаете? Мы же говорим о воспитании, образовании, юношества. Я говорю, как важно знать эти вещи. Чем отличается? Первый еврай, кто вошел? Праведник. Первосвященник, то есть патриарх еврейский. Епископы вошли. Богословы-книжники. Фарисеи, то есть, ну, монашество. Нигде мы этого не видим. Первый еврай, кто вошел? Ну, простите меня, я скажу другим словом. Негодяй, у которого по локоть руки в крови, который сам сказал достойное, вы по делам своим получили. В этих жутких страданиях на кресте, жуткие страдания. Кто смотрел фильм Гипсона, теперь имеет представление. Он, не оправдываясь, сказал это. И дальше произнес потрясающие слова. «Помяни меня, Господи, в Твоем царстве». Во царстве Твоем. Он полностью раскаялся в этих мерзостях. Вот. Он осознал эти мерзости. Если хотите, отрекся от них. Мравственно, духовно. Отрекся. Все смыто. Вы слышите, что смывает? Что очищает душу? Что такое сегодня будешь со мной в раю? А опять требует объяснения. Да не за одной комнаты в другую тебя переведем. Да. Здесь пусто, а там шампанское. Рай – это Царство Божие. Где оно находится? Христос сказал, когда им... Стали спрашивать евреи, где Царство Божие? Когда оно придет? Он сказал, не здесь и не там. А Царство Божие, то есть рай, то есть блаженство, где находится? Внутрь вас есть. И рай, и ад внутри человека находятся. И знаем же мы это. Как важно это осознать. Как важно понять, что для этого нужно сделать человеку. Как важно воспитать в этом. Важно открыть людям. Надо объяснять. Еще раз повторяю. Молодежи требуется объяснение. Им требуется знание. Знание. Это же восприимчивые люди. Они должны познать первое, что такое добро и что такое зло. Если мы этого не сможем показать, не можем показать источника, где оно, это добро. Если не можем показать, что несет это зло для них, для их личной жизни. Здесь уже, не говоря о вечности. Если мы этого не покажем, что проклад наше образование. Самые громкие преступления кто совершает? Образованнейшие люди. Сейф так просто не взломишь. Там не вскроешь какие-нибудь банки компьютерные, не разбираясь великолепно в этой компьютерной технике. Ну что вы? Образование необходимый инструмент для совершения чего? Зла. Зла? Конечно, можно и добра. Меч обоюдоострый. Наша задача состоит не в том, что просто дать знание по каким-то дисциплинам. Мне кажется, что бы мы ни преподавали, мы всегда должны, насколько это возможно, находить две-три минуты для того, чтобы поговорить о самом главном. Ведь человек-то смертен. Вспомните, как описывает Достоевский, когда его к смертной казни приговорили за участие в Петрушевском кружке. Это помните, как он описывает? Ой, как это важно. О, еще улица, там переулок. О, еще переулок. О, еще тут на площадь на Ишафот надо всходить. Ну, когда на Ишафот еще тут будут зачитывать указ о смертной казни. Последние мгновения, еще сколько, еще можно жить. Посмотрите, как он описывает эти вещи. Что такое? Так разве трудно понять, что мы все на Ишафоте? Что мы все смертны? Или уж совсем безумны только? Как важно это молодежи сказать. Смысл жизни может быть только в жизни. В жизни, а не в смерти. Идеология, которая забывает о смысле жизни, что он в жизни, то есть в вечности. Эта идеология опустошает человека. Одна из причин такого колоссального количества самоубийств заключается совсем не в трудном материальном положении. Совсем нет. А в чем даже неосознанном, а у многих и осознанном, но даже неосознанном, а изнутри прям идущем, чем понимание ощущений бессмыслицы жизни. Когда Бог прекращается в какого-то там идола, который сидит там на какой-то планете, а не вездесущий дух, дух любви, о котором говорит православие, тогда как и все бессмысливается. Вот эта бессмыслица жизни является причиной самоубийств, причиной разнузданности, если хотите, причиной потери нравственных устоев, причиной всех, я бы сказал, преступлений. Бессмыслица жизни. Бога нет, тогда незачем. Незачем следовать никаким нормам, ни добра, ни зла. Ничего нет тогда. Я бы только вот один маленький аспект решил вот это предложить вашему вниманию, когда мы говорим о проблеме образования и воспитания молодежи. Это маленький аспект, потому что здесь же требуется, конечно же, указать, указать, что дает православие человеку. Может быть, дать более развернутую картину. Как оно смотрит на человеческое достоинство. Что оно видит, что оно видит, и указывать факты, факты, а не просто мои предположения, что происходит с человеком, когда он отступает от этих норм жизни. Но это, по-моему, и так более-менее понятно. Мы и так видим. Надо показать молодежи красоту. Красоту надо показать. Человек – это же красота по своей заданности. Это богоподобное существо. Все святые Бога называли, знаете как? Красотой. А душу человеческую? Один из величайших святых православной церкви, Макарий Великий, прямо сказал, я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем красота души человеческой. Если бы только хоть немножко приоткрыть эту красоту. И когда человек все отбросит, когда мы что-то увидим прекрасное, мы кричим, идите, посмотрите, да некогда, да иди, что ты, что ты. Человек обо всем забывает. О, если бы мы увидели только эту красоту. Так вот, православие не только утверждает, что и Бог, и душа человеческая, будучи богоподобной, являются этой красотой. Не только это утверждает просто, оно показывает бесчисленное множество примеров того, как достигали люди этой красоты и как эта красота действовала на окружающих людей. Серафим Саровский не иначе встречал человека, как только словами, радость ты моя. Вы подумайте вдруг мне, незнакомому человеку, и вдруг я вижу, что это не просто, знаете, такие словеса сладкие, от которых тошнит и выплюнешь, а я вдруг вижу, что это от всей души искренне говорит мне человек, что я для него любимое существо, радость ты моя. Вот если бы мы смогли, могли показать молодежи, молодежи, кто есть человек, вы боги и сынови Всевышнего, вы боги, а не обезьяны, и не предки обезьян. Богоподобному величию предназначен человек, красоте неизъяснимой. Вот к чему. Я думаю, что это мы бы смогли бы тогда хоть немножко способствовать действительно изменению климата, противостать вот той грязи, которая сейчас движется на нас, противостать этой танковой колонны, разрушительной и уничтожающей. Мы бы тогда действительно были бы, ну, я думаю, педагогами. Вели бы действительно людей. К чему? К чему? К красоте их жизни. И скажу вам, неверно думая, что православие говорит, только вечности там будет благо. Какая глупость. Здесь, а не в вечности. Никон Беляев где? Из вечности, что ли, явился, кому-то сказал? Радости моей нет предела. Здесь, оборванный, оплеванный, избитый, заболевший туберкулезом, со шпаной сидит. Радости моей нет предела. Царство Божие внутри человека есть. Рай здесь, а не где-нибудь. Ой, как важно было бы это доносить до нашей, я скажу, прекрасной младежи. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, вот возникает вопрос, когда молодые родители, недостаточно высокоглубные, хотя я не могу сказать, что, так сказать, чуждые христианству, они говорят, вот мы родим ребенка, и пусть он сам, когда вырастет, выберет себе ребенку. Мы хотели, не хотели его принуждать. Вот как в этом случае, как говорится, им объяснить, что это неправильно? Ну, вы им скажите, скажите.